это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня 17 лет строгача в рязанском областном суде вынесли приговор по довольно резонансному делу почти трехлетней давности по стопам калаврата рязанскому собру 30 лет ожившие благородство театр кукол представил свою аделаиду 17 лет строгого режима такой приговор вынес рязанский областной суд обвиняемому в поджоге и убийстве двух человек речь идет о резонансном пожаре 3 мая 2020 года на цокольном этаже дома по улице гагарина 60 64 этот пожар случился на майские праздники к видного 2020 года людей как вы помните тогда на улицах практически не было да еще и время для поджога обвиняемый выбрал самое темное полночь эпицентр пожара следователи определили быстро цокольный этаж в этом помещении по версии следствия он проживал незаконно и в ближайшее время должен был принудительно его покинуть вместе с судебными приставами но фигурант решил все сделать по-своему если уж и уходить то из пепелища обвиняемый разлил по периметру пола квартиры бензин который хранился металлической канистре и поджег его после этого он вышел из горящей квартиры закрыв за собой входную дверь и не предпринял мер к оповещению жильцов рядом расположенных квартир о начинающемся пожаре чтобы они приняли меры к спасению не вызвал сотрудников мчс и иных экстренных служб способных ликвидировать возгорание и оказать помощь жильцам дома и скрылся с места происшествия уехав на находящемся в его пользовании автомобиле противопожарные расчеты на место возгорания прибыли оперативно и пожар локализовали уже в 0 19 но дым уже поднялся к верху и проживавшие тремя этажами выше молодая пара который было едва за 20 попросту задохнулась еще трое жильцов были госпитализированы с отравлением проживавшего в этом помещении мужчину задержали но свою вину в содеянном обвиняемый не признал даже в суде с учетом всех факторов суд назначил ему наказание в виде 17 лет строгого режима приговор в законную силу пока не вступил 18 февраля рязанскому отряду собра исполняется 30 лет за это время бойцы провели сотни операции правда о многих из них рассказать в подробностях можно будет еще очень нескоро по понятным причинам наша съемочная группа побывала на тренировочном полигоне собровцев и воочию убедилась как растет мастерство этих спецов задержание не больше минуты отработка группы молниеносная машину заблокировали с двух сторон злоумышленника вытащили из авто положили на землю пауза отряд собр работу над упражнением закончил небольшой разбор ошибок и по новой чтобы было до автоматизма после новый этап а это уже работа щитовой группы выглядит она далеко не так впечатляюще как в кино бойцы работают намного осторожнее если здесь в учебном центре ошибку допустить еще можно то в боевых условиях ее цена слишком высока поэтому каждый угол каждую комнату досматривают особенно тщательно не торопясь неоправданному геройству здесь места нет собровец это не как в штатах там герой одиночка это работа коллективная без коллективной работы в замовыручке успеха в проведении операции быть не может василий ветеран отряда сейчас говорит бойцам можно даже позавидовать спектр тренировочных упражнений на базе все шире еще 30 лет назад об этом можно было только мечтать в наше время такого не было мы сами изыскивали как бы объекты и самолеты освобождали заложников и железнодорожные вагоны искали сами у нас такого не было нам был конечно сложнее час ребятам попроще то есть они отрабатывают здесь все и применяют о практике в этом году рязанский собр отмечает юбилей ровно 30 лет назад 18 февраля 1993 года и было сформировано подразделение а уже год спустя рязанские собровцы выполняли задачи в горячих точках северокавказского региона я считаю что у нас подразделение довольно таки на высоком уровне находится мы мало чем уступаем подразделения из других регионов и аналогичных служб можно сказать что я вполне горд тем что служу в данном именно подразделении и меня мои слова поддержат все мои за три десятка лет больше сотен командировок в разы больше выполненных задач менялись вооружения состав отряда тренировочной точки не меняется только задача борьба с терроризмом на которую сегодня сделан особый упор валерий седов дмитрий ефимов телекомпания город по итогам прошлого года в консолидированный бюджет россии из лизанской области поступило 117 миллиардов двести пятьдесят два миллиона рублей это на треть больше чем годом ранее такие цифры озвучил сегодня на итоговой коллегии руководителя регионального уфнс вячеслав морозов основным акцентом в работе ведомства стало пресечение уклонения от уплаты налогов другие бодрые цифры в нашем следующем материале весь прошлый год несмотря на беспрецедентные пакеты западных санкций никаких потрясений для налоговой службы не случилось более того в рязанской области она темпы только наращивала по динамике наполнения бюджета всех уровней 2022 был одним из самых результативных и вовсе не удивительно что общий манифест федеральной налоговой службы закрепляющий принципы работы всех подразделений был подписан весной прошлого года именно в рязани цифры здесь очень бодрые по итогам года без учета акцизов на нефтепродукты в консидентный бюджет российской федерации поступило 117 миллиардов 252 миллиона рублей что на 30 миллиардов 106 миллионов рублей или на 34,5 процента больше показателя 21 года следует отметить что по нашему региону темп роста поступлений в отношении прошлого года больше российской федерации на 16,8 процента впрочем были в докладе Вячеслава Морозова и другие цифры до 25 миллиардов например выросла общая налоговая задолженность в регионе с одной стороны это настораживает но с другой расширяет потенциал работы налоговой службы но то есть резервы есть в целом же показатели прошлого года дают почву для сдержанного оптимизма ваша работа дает нам возможность развивать регион говорил губернатор павел молков сегодня приоритетное значение играет помощь тем кто защищает родину и в целом работа связанная с проведением специальной военной операции с интеграцией с восстановлением новых регионов это наша общая задача абсолютно каждого жителя страны сейчас практически все услуги налоговой службы переведены в электронные форматы об этом говорит весь бизнес абсолютно но сегодня налоговой службы безусловный лидер в этом вопросе и это очень удобно для людей вот за активную работу этом направлении отдельная большая благодарность по фактам уклонения от уплаты налогов в прошлом году рязанскую уфмс работала акцентированно в этом такая активность станет только выше а вот количество выездных проверок ведомство сократит если конечно не будет вопиющих случаев на которые необходимо реагировать оперативно библиотеке имени горького прошла творческая встреча с поэтессы публицистом и фронтовым волонтером донбасса анной долгаревой военкором днр и лнр она работает с 2015 года и донбасс для нее это личная история личная трагедия здесь перемела но здесь перемолота градов гром вот бывший дом и бывшие люди в нем а по развалинам ходит безхвостый кот и сметенно орет с этим стихом у анны долгаревой связана одна из грустных историй командировка в мариуполь хотела вывести людей первым по плану был дедушка с деменцией жил один на третьем этаже по приезду некогда жилой дом с воронка от снаряда прямое попадание в третий этаж дедушку не задело он ушел незадолго до этого следующая точка в центре города там она так сильно увлеклась съемкой что даже не заметила как вокруг разгорелся настоящий стрелковый бой командир нашей группы подошел поэтессе и спросил понимает ли она что вообще вокруг происходит здесь снайпер там пулеметная точка в общем никакой эвакуации под огнем вернулась бы ни с чем если бы не заметила маленького котика который храбро шел под пулями приманила погладила и вероятно такое простое мирное действие растопило сердце командира он обнял поэтессу и попросил в следующий раз на такие командировки надевать каску кроме силы убеждения есть в каждом стихотворении анны необыкновенная сила любви именно поэтому так притягивают ее стихи именно поэтому даже если мы не все понимаем а поэзию не обязательно понимать ее надо чувствовать так вот невозможно не откликнуться потому что все про любовь и как говорит лирическая героиня анны о чем бы я не писала не кричала бы ни о чем она была посреди всего анна долгарева писать начала с трех лет в школе завела отдельную тетрадь сейчас говорит старается писать не про войну но выходит все равно о ней страха там в гуще событий уже нет говорит отрезала еще в пятнадцатом и теперь пишет о людях и судьбах мне как раз кажется что сохранить душу находясь в пекле проще вообще потому что чем больше у нас проблем тем как-то вот больше мы задумываемся о вечном вот и как раз в периоды страха люди начинают там активнее молиться на встрече с рязанцами анна читала стихи отвечала на вопросы и закончила как всегда стихотворение бог говорит гагарину никакого секрета у этого никаких тайн прямо как вернешься так всем сразу и говори что не смерть а яблони в цвет у человека в дыхании что человек это дух небесный они шакали и так и мы рассказывай юра а про меня не надо еще когда будешь падать не бойся падать сегодня в день памяти художника виктора григорьева директор рязанского театра кукол константин кириллов и художественный руководитель валерий шацкий представили публике живую статую которая будет встречать зрителей фойе удивительный образ придется по душе всем любителям стимпанка и ретро футуризма работы виктора григорьева сценографа и кукольника известны по всему миру его послужном списке больше 40 спектаклей несколько кинофильмов оформление промышленных и художественных пространств интерьерных композиций макетов и витрин для музеев и театров страны оформление карнавальных процессий и городских праздников работа григорьева можно узнать с первого взгляда помимо яркого авторского стиля их отличает большое количество подвижных элементов среди его созданий и новая жительница кукольного театра мы ее отреставрировали наши мастера наши специалисты и сегодня в день памяти художника виктора григорьева мы представляем ее зрителю и теперь вместо постоянной прописки мы назвали ее аделаида место постоянной прописки аделаиды рязанский театр кукол основателями рязанского театра кукол были две сестры милица и аделаида знаменский и поэтому вот эта параллель она нам очень интересно и мы именно за эту ниточку и потянули имя для статуи новое раньше она располагалась в театре образцова для которого и была создана под названием повелительница пространства и времени выполнена в уникальной технике кинетик барокко художник был уверен что кинетика от древнегреческого слова кино с движения дает искусству массу возможностей сообщает произведениям новые смыслы и обладает силой воздействия не меньше чем цвет или композиция мне она еще дорога тем что она символизирует встречу двух стихий света и воды а поскольку я по гороскопу рыб вот то это благоприятственная среда для как сказать для рыб и поэтому она мне очень нравится несмотря на то что она из первых его работ она достаточно простая и не такая объемная как существует там в кировском театре петрозаводском еще каких-то театрах огромные эти все но вот она как чувствовала она прямо вписалась в нашу эту театральную нишу и надеюсь что она будет радовать и восторгать нашего зрителя история переселения куклы в рязань в очередной раз подтверждает кукольники были и остаются настоящим профессиональным братством новый дом аделаидия помог найти главный художник московского театра кукол имени сергея образцова виктор антонов за кулисами народного театра театральная жизнь рязани в коллекции книг балашова выставка с таким названием весь год будет работать в центре редких и ценных изданий библиотеки имени горького в основе экспозиции буквально чудом сохранившиеся издания из личной библиотеки дантиста из страстного театра эти издания обычно находятся в хранилище книги которые когда-то стояли на полках человека посвятившего свою жизнь сразу двум стихиям любительскому театру и стоматологии дмитрий балашов известный рязанский дантист начала 20 века он открыл первый частный стоматологический кабинет в городе на улице никола дворянская где теперь расположен ресторан неудивительно что в его довольно богатой библиотеке часть коллекции посвящена стоматологии в январе этого года исполнилось 160 лет со дня рождения дмитрия павловича балашова рязанского врача-общественника театрала оставившего заметный след в истории культуре нашего края как своим полувековым медицинским служением так и трудами на невинородном просвещении вот на рубеже 19 и 20 веков дмитрий павлович был равно известен рязанцам и как опытнейший зубной врач первым открывший в нашем городе частную стоматологическую лечебницу и как один из лучших организаторов театральных спектаклей режиссирующий постановки с участием не профессиональных актеров а любителей драматического искусства театральные постановки любительских объединений организованных местной творческой интеллигенции пользовались большой популярностью у рязанцев одним из таких объединений было рязанское общество устройства народных развлечений которая стремилась содействовать доставлению рабочему населению нравственных трезвых и дешевых развлечений посредством организации чтения концертов и спектаклей вот таким театральным отделом общества и заведовал балашов начале прошлого века за буквально три или четыре года которые лучше всего отражены в отчетах этих обществ он поставил около полусотни спектаклей большинстве из которых сам выходил на сцену в ту или иную роль отдавая всего себя своему призванию он заслужил искреннюю благодарность современников и добрую память потомков в год 160-летия дмитрий павлович балашова мы решили напомнить об этом незаслуженно забытом человеке и подготовили выставку который рассказывает о его профессиональном и творческом пути на стеллажах редкие медицинские издания 19 века театральная периодика а также режиссерские и суфлерские экземпляры пьес с пометками владельца схемы пространства сцены списки реквизита оставлены режиссером в процессе подготовки новой постановки их сотрудники библиотеки изучают по сей день благодаря чему немало интересных сведений узнают и о предпочтениях рязанцев той эпохи и о вкусе самого владельца книг из библиотеки в 350 книг коими владел дмитрий балашов до наших дней сохранилось 170 и это довольно богатое наследие украшением экспозиции являются программы спектаклей сохранившие имена рязанских любителей драматического искусства на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv и на наших страничках в соцсетях всего доброго драматического искусства на нашем сайте украшения